Добрый вечер, это программа «Без цензуры», телеканал ТВ-5, меня зовут Андрей Мамыкин, и сегодня вот о чем. Латвийские правящие политики не верят ученым-экономистам из России. Кто-то считает, что в России вообще нет рыночной экономики, кто-то считает себя априори выше российской науки, однако слушать российских ведущих экономистов – это всегда серьезная пища для ума. Тем более, если это директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот так подслушал сейчас ваш разговор по телефону, признаюсь, очень нехорошим делом был занят. И вы обсуждали вопросы финансирования, грантов, публикаций. Российская наука, по вашим ощущениям, она по-прежнему такая падчерица? Зависит от грантов, от каких-то вот таких вот финансовых подачек? Или все-таки за последние 20 лет после распада Советского Союза российская наука фундаментальная, академическая, в том числе наука об экономике, стала такой самодостаточной дисциплиной и может сама развиваться, не знаю, как в Америке? Ну, дело в том, что, вообще говоря, фундаментальная наука, она по определению не рентабельна. Сколько стоит теорема Пифагора? Она бесценна? Да нет, но вот когда вот она была создана, кто бы ее купил? Ну, никто бы. Или, например, там, уравнение Максвелла. Один известный физик американский как-то заметил, что уравнение Максвелла окупили всю фундаментальную науку всех 200 стран мира на ближайшие 200 лет. Поскольку в результате возникло электричество. Вот когда люди, ненавидящие науку, заходят куда-то и нажимают на кнопку, и появляется свет, они должны помнить, что они все скромные юзеры. Великого открытия. Великих ботаников, которые якобы ничего не делают и не поймешь, чего у них получится. Но именно они создали вот этот весь комфорт, которым пользуются сегодня так называемые эффективные менеджеры. И которые, я не побоюсь этого слова, индифферентно, а может быть даже с презрением, относятся к людям, которые занимаются наукой. Но ведь трудно просчитать экономическую выгоду от конкретного открытия. Поэтому в нормальных странах, на которые мы хотим быть похожи, финансируют беспощадно, много, постоянно и не требуют 7-минутных результатов. В этом смысле Россия? В этом смысле Россия очень... Нормальная страна? Нет, ненормальная. К сожалению. Она была нормальной. Но сегодня идут все время разговоры насчет того, что вот народные деньги, вот на тебя 100 рублей, не сделаешь изобретения, уже больше не получишь. Это контрпродуктивный подход. Но нередко в Европейском Союзе и в новой стране вроде Латвии, это Эстония. Везде есть проблема такая, везде есть проблема. Особенно, когда в периоды кризисов, в периоды вот этой астерики, ненавистное слово, политика жесткой экономии. Конечно, всегда есть искушение, всегда есть сократить за счет ботаников. Ничего подождут, надо пока накормить народ. Это все мы проходили в советское время. Вот люди, придерживающиеся такого установки на рыночную организацию общества, чтобы все коммерциализировать, они как раз к тому ведут дело. Но ученые, в общем, тоже взаимностью отличают, потому что вступление... Дело в том, что ученые, понимаете, ученые, здесь есть разные науки. Есть прикладная наука, конечно, она должна приносить доход. Но у нас так устроена экономика, что сами их хозяйствующие субъекты, они не требуют никаких инноваций. Вот в чем все дело. Потому что если вы имеете 10-15 мощных бировых компаний, но они финансовые или топливные и энергетические, они как-нибудь там своими силами распространены. Если бы у нас был более-менее развитой индустриальный ландшафт, как и происходит в других странах, то там инновация – это средство конкуренции. Почему предприниматели там гоняются за этими ребятами-умниками, гоняются за этими патентами, чтобы победить конкурентов, чтобы продать свои табуретки. Они уже просчитали экономическую выгоду. Да. И вот это очень серьезно. А когда у вас этого нет, то, конечно же, и нет спроса. Поэтому чисто абстрактно можно рассуждать, создавать разные научные центры, например, Сколково или еще что-нибудь. Но нужно производство, нужны производители, которые заинтересованы во внедрении этих инноваций. Поэтому даже если мы имеем хорошую фундаментальную науку, даже если мы и в России, мы имеем это, слава богу, и имеем даже достижения, но они не находят спроса. А подчас обвиняют ученых, что они сами не реализуют это, что они сами должны как-то думать о том, каким образом уравнение Максова превратит деньги. Но ведь ученый не должен заниматься этим совершенно. Ну, как он должен продавать свое... В общем, это серьезно. Это серьезная проблема страны. А это проблема мира, но у нас с особым энтузиазмом, что ли, восприняли вот эту доктрину рыночного саморегулирования и подумали, что рынок сам, невидимая рука, сама начнет что-то такое производить. Но если у вас нет конкуренции, то тогда вам не нужны инновации. Они нужны вам абстрактно, как в советское время. Когда говорят, что новшество, почему новшество не внедряют? Да потому что плановое хозяйство тоже противодействовало этим внедрением. Надо было дождаться конца плана, потом опять договариваться, уже все, поезд уходил. Оказалось, что и в рыночной экономике может так случиться, что результаты научной деятельности окажутся ненужными. В этом смысле Сколково – это показуха? Или это действительно одна из точек, которая может вырастить в Сколково? В значительной мере пока показуха. Ну, там посмотрим, сейчас пока так. У нас есть вокруг Москвы много наукоградов с очень хорошей историей, с хорошими традициями. Мне бы казалось, что они бы тоже могли бы что-то такое делать уже. И для этого, понимаете, если у вас нет промышленности такой, которая производит готовые изделия систематически, автоматически, да, то тогда автоматически теряется интерес и к наукоградам, и к Сколково. Потому что, может быть, с 7-5-го лбу вы можете все, что хотите придумать. Слава Богу, у нас генетически народ такой смышленый. С пытливым умом. С пытливым умом. Вот правильно. Я думаю, это результат 50-х, 60-х, 70-х годов, когда это было. То есть победы физиков над лириками, что не говори, в принципе. Ну, если хотите, да, победа. А что значит победа? В чем она выражается? Ну, в некоем приоритетном развитии, открытии вузов, в специальностях, ну, было не модно. Нет, ну, это тоже. Там тогда и лирикам тоже доставалось. Все-таки гуманитарные институты открывались. Но, конечно, это был бум такого, знаете, рационального мышления. Я видел, с какой гордостью люди ходили по дворам с учебниками, там, читали. Это невероятно себе представить 60-е годы. Вот я вспоминаю. Ну, то, во дворе выходили с учебниками. Смешно было, но, тем не менее, это было так. Ну, в этом смысле правы, я не знаю, назовем их алармисты, что Россия – это сырьевой придаток. И удел на ближайшие десятки лет российской экономики экспортировать нефть. Ну, и, в общем, содержать страну за счет нефти и чуть-чуть газа. Я вам скажу, что это все, как говорится, уже банально звучит. Тот, кто знает мои выступления, статьи, знает, что я уже 20 лет об этом говорю и пишу. Ну, и понятно, что есть запрос на то, чтобы изменить модель развития. Слава богу, есть еще время немножко, есть еще условия. Потому что лет через 5-7 похоже, что уже будет новая реальность. Тогда надо как-то уже считаться с другим. Но я оптимистически смотрю все-таки будущее в том смысле, что есть уже запрос на то, чтобы менять эту структуру экономики. Понимание у правящего дома, что не может ядерная держава остаться без собственного машиностроения, например. Есть такое понимание. Вот этот вот заказ многотриллионный, или там 2 триллиона, да, на военно-промышленный комплекс, да, на его продукцию. Это, в общем, тоже реакция на вот эту обеспокоенность. Потому что либо вы должны сдать атомное оружие кому-то, либо приспособить к нему соответствующую промышленность реальную, современную. Вот так стоит вопрос. Вы сказали «управящего дома», да, власть? Вы так назвали? Да, так. Я иногда так называю. В какой степени государство, на мой взгляд, должно вмешиваться в экономику и регулировать ее? Большой. И не есть ли это возврат к плановому хозяйству в том смысле, что вот эти летка, вот тебе решение партии в жизни. Опыт показывает, что, опыт последних 30 лет показывает, что экономические чудеса обычно происходят в странах, которые систематически управляют экономикой. и не только через государственные предприятия, а просто с помощью очень мощного финансирования. Есть такое понятие «государственная квота». Это отношение государственных расходов к валовам внутреннего продукта. Так вот, в тех странах, на которые хотим мы походить, у них там где-то в районе 50, 48, 50, в Скандинавии 55, 57. Ну, там совсем уже там зашкаливает эта государственная квота. Но нам не нравится там скучная жизнь в этой Скандинавии. Шубу за 30 тысяч долларов нельзя показать никому, опозоришься только. Нам лучше все-таки другой стиль жизни. Такой романский, где, наоборот, даже летом надо в шубе ходить, в красивой. Но это к слову. То есть государство должно вмешиваться, должно регулировать, должно квотировать определенную отрасль? Нет, оно же, я бы сказал так, оно сегодня вмешивается. Оно не должно вмешиваться. Оно должно систематически финансировать, во-первых, науку, образование, культуру и здравоохранение. Оно должно ясно понимать, что ничего нет, кроме солидарности поколений. То есть молодые должны содержать старых. Несмотря на то, что есть проблемы с тем, что все меньше молодых и все больше старых, занятые должны помогать безработному. Здесь всегда есть вопрос. Вот архитекторы вдруг остались без работы. Работы нет. Что делать? Иди мусорщиком работай. А вы не идете. Кто прав здесь? Ой, неоднозначный ответ. Неоднозначный. Я специально говорю, что неоднозначный. Есть архитекторы, как в Латвии после распада Советского Союза и закрытия всех вузов. Профессура продавала носки на Рижском центральном базаре. И многие так и остались на базаре уже 20 лет. И очень мало кто вернулся в академическую среду. Ну, конечно. Конечно. Во-первых, они не сквалифицированы уже. Деквалифицированы, скажем так. Ну, во-вторых, прижились уже. Ну, что? Третье, государство не очень заботится об этом. Вообще был клич такой. Спасайся, кто может. Пусть неудачник плачет. Это рыночная экономика манчестерского типа. 18-й, начало 19-го века. Мы думали, что... Мы же все наивно думали. Что все преимущества социализма сохранятся. А главное – уверенность в завтрашнем дне. А к ним еще добавится 400 сортов сыра. Свобода выезда. Свобода слова. Свобода собраний. Ну, и вообще всего. Но так не бывает. Демократия – это разрушитель экономики. Вот если государство поставило цель стать державой номер один в той или иной отрасли. Народохозяйственной. Не филологию сейчас берут. А там, конечно, свобода слова. А мы тут обсуждаем распоряжение начальства. А завод сегодня бастует, завтра не бастует. И как эту цель достичь? Это... То есть демократия – враг? Это хороший вопрос. Все зависит от меры. Аристотель еще призывал нас всех. А мы никак не можем послушаться. Мера должна быть. Дело в том, что демократия в том виде, в котором она сложилась в Европе. Я имею в виду во второй половине XX века. Это большое благо для экономики. Потому что принятие решения демократическим путем более надежное. Само решение. Чем диктатором. Принятие диктатора может принять очень хорошее решение. Он может даже принять хорошее решение. Более хорошее, чем 450 депутатов во время разговора. Так может случайно получиться. Но, как правило, наоборот. И потом демократия – это, как это сказать, бег улитки. Она медленно, но зато, как говорится, вот мы все время кризис. Можно писать обо всем. Все время плохо. Но быстро реагировать на это плохо. А диктатура не реагирует на это плохо. У нее все время все хорошо. А потом наступает, как это сказать, культурно. Вот начали разговаривать нефтяник и промысловик. Охотник. И нефтяник говорит. Вот, говорит, в России осталось всего лишь три промысловых зверя хороших. Каких настоящих. Это нефть, газ и песец. А тот говорит. А что, а песец здесь при чем? А песец здесь при всем остальном. Я к тому, что авторитарные режимы, они способны создать очень мощную экономику. Вначале. Можно. Правильно вы говорите. Там не надо разных дискуссий. Все началось в Китае, в Южной Корее, в Японии. Но потом, рано или поздно, все равно народ требует демократии. А вообще-то, говоря, она и для творчества хороша. Если сегодня мы говорим, что нематериальное производство самое главное, человеческий капитал. А здесь уже нельзя вот так. Как у нас, например, было в 30-х, 40-х. Сарашки, где там ученые абсолютно спокойно могут работать, никто им не мешает. Выходить никуда нельзя. Жен нету. Тебе дали хлеб и масло. А те, кто поглупее, тех, кто лесоповал, там хлеб, но без масла. И мало. И смотришь, все растет. Я думаю, что такой вариант многие серьезно начинают говорить, что у нас только мобилизационная экономика, нас спасет. Там все глупости большие. Что такое мобилизационная экономика? Ну, это значит, как военная. Ну, что, призыв, это встань под ружье, это как? Да, конечно. Творник должен и в выходной мести, и в два раза больше. Это только должен и в воскресенье точить, но в два раза больше. Это уже как понравится хозяину. Так это тогда уже нехватка патриотизма и веры в Россию или вообще в свою страну, в принципе. Конечно, конечно. Я думаю, что вполне можно при демократической системе добиться модернизации. Без всяких зверских этих экспериментов. Нужно индикативное планирование. Не нужны такие жесткие приказы, планы, а стимулы. Мы не первые на земле, которые все это попробовали. И французы, и немцы. В 50-е и 60-е годы государственные местиции были мощные. Понятно, что, как и сейчас у нас, тогда и у них были дискуссии по поводу бюрократизации и всего такого прочего. И вот здесь очень важный момент назвать. Бюрократия. Как с ней бороться? Потому что бюрократия имеет обыкновение приватизировать общественные функции в свою пользу. Поэтому здесь либо сталинские репрессии время от времени, как это сказать, с невинными. Вместе и винные попадают тоже. Меняют их на других. Но, к счастью, этого нет. Но, к несчастью, нет демократического контроля. Политический контроль демократический должен быть над ними. Чтобы они кого-то боялись. А сейчас они боятся только вершины. Только главного. В этом смысле, не повезло ли России в том, что у нее так много нефти, газа и остальное всего этого дверек в песец? Есть такие разговоры. Не было бы нефти. Была бы вторая Германия. Строили бы Мерседес русские. Поскольку есть нефть, то русские Волги… Я вам скажу, есть такие разговоры. Есть такие разговоры. Они, мне кажется, абсолютно контрпродуктивные. Почему? Объясняю. Кто ведет такие разговоры, он как бы имплицитно исходит из того, что мы все лежим на печи. Вот на печи лежим и все. И балдеем. Золотой поток посыпался. Половина народу, половина в кубышку. Лежим и лежим. Но, отчасти, это правда. Если бы не рост на нефти, вряд ли бы пенсионеры в России получили бы ту прибавку, которую они получили во время первого срока Путина. Помнишь, скачок мировых ценностей? Да, ну, хорошо. И хорошо, что, слава Богу, что получили. Раньше у них вообще не было. Вот столько было. Мизерное. Теперь стала маленькая пенсия. Я тоже мечтаю все время из нищеты в бедность перейти. Триумфальный марш совершить. Но, если серьезно говорить, то я знаю, что есть много экономистов в правящем доме, которые обслуживают правящий дом тоже. Они любят говорить, ну, скорее бы уже цены упали бы. Вот тогда мы начали бы, как вы говорите, мерседесы делать, BMW. Я считаю, это какой-то смех это просто. А как цены упадут? Инфляция стоит 1-2? Секундочку, секундочку. Ну, они могут упасть. Ну, вдруг американцы со своими сланцами там разберутся, напугают весь мир там сейчас. Они уже напугали. Будем экспортерами. Ну, там есть разные мнения. Здесь надо... Я не эксперт. Прислушиваюсь к другим экспертам. Они говорят, что там американцы переходят. Значит, там много экологических проблем, что-то что. Ну, неважно. Нормальные страны, когда они... Вот этот золотой поток идет, они его используют как-то. Используют. Не говорят, что это проклятие. А используют. Покупают оборудование, делают планы, закупают то все для того, чтобы свою индустрию развить и отказаться от этой нефтяной зависимости пресловутой. Если вы хотите отказаться от нефтяной иглы, как сейчас уже все говорят, от Путина до последнего там, я не знаю, кого. Ну, так в чем дело-то? Это же не происходит в риторике только. Это не происходит в России. Не происходит. Инновации. Не происходит. Она вкладывает точечно. Ну, вот мы с вами говорили насчет там. Сколково. Не, не Сколково. Меня... Я думаю, что больше эффекта можно ждать от перевооружения армии. Может быть, через военное производство оно такое... Софистикейтед, как говорится. Уже там нужно много специалистов, инженеров, рабочих уже с новым образованием нужно. Вот через это, похоже, принято решение каким-то образом модернизировать гражданские отрасли. И там я вижу очень серьезные возможности. То есть, американские пути, кровоувольный камень, кстати, республиканцев. Вот ВПК вытянет все остальное. Ну, да, ну, да, что-то похожее на это. Я, пожалуй, соглашусь. Там американский, не американский. У них там... Многие пишут, что наоборот, там гражданские... Изобретения в гражданском рождаются, а потом там они начинают применяться. Но это я точно не знаю. Я знаю, что... Вот сейчас пока мы не видим какой-то последовательной промышленной политики, но мы видим очень сильные объемы финансирования военно-промышленный комплекс. Ну, дай бог, если получится. Потому что многие говорят, разворуют. Но это про все можно говорить. Ну, что разворуют? И что? Ну, разворуют. Что дальше-то? А что, лучше американские ценные бумаги покупать? То есть, пусть воруют, но хоть свои. Вы сторонник, пусть хоть все равно в экономике эти деньги останутся. Это тоже свои. Это тоже свои, когда там складывают. Тоже российские. Нет, у меня здесь метафора простая. Если вам нужно мост построить. Ну, нужно мост построить. Нужно. А вы говорите, что не будем строить, потому что своруют. Разворуют. Значит, я говорю, ну, хорошо. Если даже 50% своруют, все равно лучше мост построить. Но лучше, конечно, чтобы сворали 10, как во всем мире. Тем более, если об этом говорят те, кто выделяет деньги. Значит, раз ты знаешь, что это дело надо сделать, но ты не можешь проследить, куда они идут за эти деньги, то возникает подозрение в твоем профессионализме. Существует несколько версий происхождения фразы «реклама двигатель торговли». Согласно одной из них, автор этих слов – предприниматель Людвиг Метцель. Именно он в 1878 году основал первое в России рекламное бюро. Мы уходим на рекламу, чтобы вернуться и продолжить говорить об экономике с Русланом Гринбергом. Добрый вечер. Это программа «Без цензуры» на канале ТВ5. Еще полчаса на нашем канале интервью с директором Института экономики Российской Академии наук Русланом Гринбергом. Тема оттока капитала из России в этой связи. И опять очень многие говорят, эксперты и политики опять строгают в России. Насколько это актуальная проблема? Ну, он течет уже 20 лет. Все течет на Запад, течет. Мы уже за 20 лет… Кстати, это тоже интересный вопрос. Кто кому помогает? Вот есть разные подсчеты. На один доллар, который они нам дали, мы вывезли три. Как на всякий случай. Это называется «деньги к деньгам». А если серьезно говорить, ну, правда, это тоже серьезно, приток и отток капитала – это в основном краткосрочный спекулятивный капитал. Быстро заработают. Это, получается, значит, Россию не верят, как в страну стабильного долгосрочного вложения. Не верят. Страна горячих пирожков. Пока горячие, вот там… Дело в том, что если в стране можно много зарабатывать, у нас очень большие возможности для заработков. И вот профессиональные, не слабонервные, а нормальные инвесторы большим удовольствием вкладывают деньги в Россию. Сколько их на весь земной шаг? Ну, много, много, много. Ну, смотрите, автомобили все. Собственно говоря, холодильники. Вы посмотрите, очень много иностранных… Благодаря иностранным инвесторам происходит здесь удивительная революция. Мне это жалко, что это просто как бы отверточное производство, грубо говоря. А есть еще вообще безобразные случаи. Вот, например, пиво. Я люблю очень пиво. И всегда мне сказали, чтобы иностранцы там как-то наладили, чтобы у нас было пиво не так, как при советской власти. Так они наладили пиво плохое. Я теперь покупаю импортное пиво в три раза дороже. А почему? А потому что… Воруют, наверное. Взяли, что воруют. Непритязательный вкус у россиян. Один мне западник сказал, а что вы как арынце, какое пиво, если его с водкой мешать? People have it, да, совершенно верно. И так, и так. Не верит народ в свою страну. Что это не верит? Проблема. И Латвия, кстати, тоже. Но Латвия есть куда убежать. Латвия переселилась в Ирландию и в Англию. Давно уже работает там на фабриках. Там отверточное производство местное развивает. Даже не в Латвии, а в Ирландии. И все счастливы. Один гастарбайтер кормит трех пенсионеров в Латвии. И еще трех безработных, посылая им официально или неофициально деньги. В России верит простой народ, мешая водку с пивом, в страну, в идею страны, в экономический рост, в развитие? Я вам так скажу. Или не верит? Что такое простой народ? Это бабмания из Болгаруевской области, в деревне Ванюкино. Я считаю, мы с вами тоже простой народ. Но вы это не очень простой. Вы же уже академик все-таки. Нет, я еще и корреспондент. Я простой еще. Не простой начинается с академика. Но если серьезно, я вам скажу так. Что половина страны вообще не заботится, этот вопрос не волнует. Речь идет о выживании. Для крупного бизнеса тоже такой вопрос не стоит. Верит он, не верит. Он зарабатывает сумасшедшие, сумасшедшие деньги. И тоже такой, для него такой какой-то абстракт. Верит он, не верит. Верит. Будет рубашку рыбать, что я родину, люблю все. Хотя, конечно, странная у нас олигархия такая. В общем, нельзя сказать, что она такая ярко, ясно ориентированная на народные интересы. Проблема в том, что вот люди, успешные бизнесмены, 35, 40, 45, вот эти вот ребята. Вот они, вот они задумываются на эту тему. И не знают, что делать. Некоторые хотят жить в Лондоне и вахтовым методом руководить бизнесом в России. Ну, я считаю, это тоже глупость какая-то. Рано или поздно, это не может долго продолжаться. То есть, о чем идет речь? Они успешные, да, вот такой некий средний класс, что ли, так скажем. Некий средний класс. Он вырос в последнее время сильно. Вот когда Путин только пришел, было 10%. Сейчас, наверное, 20-25. Это сильно. Это кто? Это так называемый офисный планктон? Так они только в Москве и чуть-чуть в Новосибирске. Нет, нет, нет. В Иванюкино их нет. Ну, почему? Есть семьи в Иванюкино. Иванюкино, если вы так вот метафорически говорите, это есть пол Россия, про которую я вам сказал. Но есть много людей, у которых доходы приличные. Условно говоря, там, 45 тысяч на человека. Это прилично. Я говорил о другом, о том, что средний класс неравномерно распространен по стране. Полицейский в Германии, средний класс полицейский в деревне Иванюкино участковый. В Германии особый случай. Россия, конечно, очень неравномерна. Но я вам должен сказать, что здесь очень простая ситуация. Города-миллионники все примерно одинаковые. В общем, нормально там живут люди. Не все. Но довольно много людей. Вы везде видите одну и ту же картину. В этом смысле меньше разрыв между, например, Новосибирском и Москвой. В общем, в советское время это небо и земля было. Просто провинция. Там Казань, Уфа, Саратов, Самара. А сейчас Армани, значит, эти самые Дольче Габбана. Девушки везде одинаковые и красивые. В хороших джинсах, в хороших шубках. Это вот миллионные города. Там как раз вот бизнесменчики такие симпатичные. Они уже себе что-то такое сделали хорошее. Капитальчик, там квартирка, там дача, там то, там все. Они недовольны бюрократическим гнетом. Бюрократический гнет сумасшедшей в стране. Вот что плохо. Самый лучший бизнес быть начальником. Самый лучший бизнес. Не случайно конкурсы сумасшедшие в госуправлении. Как вы не говорите, да? А что, здесь еще и зарплату платят? О, да-да-да-да-да. Я как-то раньше не придавал этому значения, но так немножко вот поизучал, как они. То есть они доят успешных ребят этих. И эти ребята, конечно, нервничают. Но при этом доятся. Кто-то доятся. Ну, доятся, а что делаешь? Насколько я знаю этих людей, они очень ясные, простые ребята, хорошие. То есть они знают, что те табуретки, которые он производит, продаются. Им не важно, там, какой налог, как-нибудь там разберемся. И какое там доение предстоит. Они это все делают. Им просто психологически надоела эта атмосфера. Но ее можно резко перевернуть? Потому что это какое дыхание экономики? Можно. Это же как форчика. А у нас у вас уже воздух. Для этого подданные должны стать гражданами. Дело замазано. То есть они верят. Люди в свою страну. Они не в гражданском обществе. Они в себя не верят. Что в свою страну? Они в себя не верят. Они по-прежнему ждут какого-то избавителя. Демократии. Ну, вышел на площадь, там все. Значит, сейчас власть предоставляет довольно широкие возможности для выявления. Это мы в другую сферу вторглись. Но она самая главная. Значит, надо изучать программы. Надо партии создавать, если ты такой немножко буйный. Потому что если не буйный, то нечего идти в политику. Буйноватый должен быть хотя бы. Но надо собирать людей, как-то выигрывать выборы, менять конституцию, сдержки и противовесы. Ну, что, можно сказать, ничего больше другого не скажешь. А если привыкнуть к этому принципу «я начальник, ты дурак», «ты начальник, я дурак», то вот так и будет продолжаться. Вы пойдете в партию? В новую партию, честную, где все люди порядочные, голубоглазые, все спинцы, кумисправды? Я не понимаю, что порядочные. Пойдете? Простой человеку Гринберг пойдет. Конечно. В какую? Что это за партия будет? Не название. Я бы, если бы был помоложе, создал бы нормальную, адекватную социалистическую партию, в которой были бы две ценности, равноценные. Я прошу прощения за тавтологию. Свобода и справедливость. Чтобы маятник не качал нас, как в 17-м году сделали ставку на справедливость, пожертвовав свободой. А в 91-м взяли свободу, пожертвовали справедливостью. А надо вот и то, и то стараться. Потому что ценности нельзя иерархизировать. Они не должны быть иерархизированы. Они обе. Надо за ним, чтобы был баланс между ними, понимаете? Так, как примерно устроено в Евросоюзе ненавистном, которое разваливается там. Гниет уже, да. То-да-сё. Гниет давно, да. Но сейчас разваливается как-то ощутимо, зримо. Если раньше он гнил только в газете, правда? Да, я думаю, что... Запад загнивающий, загнивал. Нет, сейчас, конечно, очень тяжелые времена. Вы хотите перейти на эту тему. И даже к экономическому диалогу Россия и ЕС. Вот внутри ЕС это вопрос выживания, да? Это и еврозоны, и союзы государств, которые могут существовать, только будучи, ну, по сути, федерацией. Одной страной. Ну, не может 27 стран, каждая со своей экономической политикой, каждая... Хотя есть другая точка зрения, которая говорит, что конфедерация, что более мягко, вот эта британская история. Я за континентальную, я за то, чтобы оно побыстрее было, более интегрированным объединением. Но они много сделали ошибок. Они все время делают ошибки, но всегда в демократии так. Все время ошибки, которые преодолеваются. Делается новой. И опять преодолевается. И я надеюсь, что так и сейчас будет. То есть это не конец Евросоюза, в смысле... Так же, как конец света примерно. Экономический диалог Европейского Союза и России. Как-то предыдущий представитель Еврокомиссии Романа Проди назвал, что ЕС и Россия подходят друг к другу, как водка и икра. Он, правда, не сказал, кто икра, а кто водка в этом сравнении. Это действительно, ну, как бы неизбежное сращение, там, глобализация экономики и все это понятно. Я думаю, что для того, чтобы быть мощным игроком, которого тебя... Которого признают и который будет иметь свой голос в мировых делах, в этом веке, то мы должны быть вместе. Коммерческий гений Европы, ее модель жизни привлекательная, в принципе, самая привлекательная для жизни людей, плюс наши ресурсы и плюс наша еще хорошая наука и культура. Я считаю, это очень серьезный синтез был бы. И мы бы тогда могли бы в этой тройке, как говорится, участвовать в руководстве миром. А второй, третий кто? США и Китай. Но есть другая точка зрения. Америка теряет свое влияние? Теряет. Но долго. Есть такая поговорка, путь с вершины ведет только вниз. Они на вершине, куда им идти? Понятно, что только вниз. И они устали, они перенапряглись, они хотят как-то немножко уединиться. Но они не могут же идти от ответственности, понятное дело. Но к вопросу справедливости. Это справедливый экономический диалог? Россия, Европе, нефть, а Европа, Россия, машины, автомобили, Мерседес. Ну, во-первых. А не наоборот. Или не Мерседесы на Жигули. Ну, а что здесь кто что может продать? Это про посыриловый придаток. Это про вот это вот. А можно сказать, а тут машиностроительный придаток. Можно сказать так? Ну, это же вы понимаете, что это по-другому звучит. Это даже смешно звучит. Смешно. Ну, что я могу сказать? Я, конечно, мечтаю, чтобы мы были таким же сырьевым придатком, как Норвегия. С таким же валовым внутренним продуктом на душу населения, как Норвегия. Вот. Потому что надо просто использовать деньги. Ну, там, правда, очень много газа и нефти, а очень мало количества людей. А у нас, конечно, у нас, конечно, или Кувейт, например, да. Что было бы плохого, если бы у нас было 5 миллионов человек? У нас много еще. Такую ораву нельзя, значит, иметь в GDP высокий. Хотя мы сильно продвинулись. У нас сейчас 16 миллиардов. 16 тысяч долларов на человека. На душу населения. Представляете? Это же мощная история. У нас, по-моему, выше, чем в Латвии. То есть вы обогнали Латвию, то хотел сказать. А в Латвии сколько? Ну, столько примерно. Но на 2 доллара меньше. Уже Россия, к сожалению, обскакала. Ну, у нас столько народу. На душу живете. Это, представляете? Это же вообще фантастика. Плюс средний класс. Каждый четвертый или пятый. Это большая держава-то, мощная. Какой там предаток? Я вас умоляю. Ну, хорошо, но все равно. Когда везде уже по-русски стали писать в Европе, там люди заходят в магазины. Так, потому что народ бежит, капитал бежит. Деньги только у нас. Законечку. Ну, деньги у россиян. Ну, покупают не только убежавшие, а приезжающие на время. Правда, китайцы тоже сейчас скупают все бутики там. Я видел, как они мощно скупали в Мюнхенде. Все бутики. Ух. По статистике, российский турист в Риге самый щедрый. Некоторое время назад был японский турист. Ну, их мало приезжает, но в пересчете, сколько тратит, был японский. Сейчас россияне опять Пальму первенство делят, и Рига скоро двухмиллионного туриста будет встречать. Плюс питание у нас серьезное. На астрономической столице мира. Правда, есть проблемы там, с качеством иногда бывает. Но все кухни мира. Мощная конкуренция. Одна из немногих сфер, где конкуренция привела к успеху. Есть потрясающие рестораны. 10 миллионов человек живет в городе. 10 миллионов. И для 10% нет никаких ограничений по ценам. А сколько это? Миллион человек. Ну, представьте, что такое миллион человек. Пол Латвии. Половина Латвии. А ведь их надо обуть, одеть, накормить. Причем так, как они хотят. Они не знают, чего хотеть. Надо что-то создавать им. Это ребята, имеющие жизненный стандарт, не снилось ни в Америке, ни в Европе. Тем более в Латвии. Правда, Латвия тоже в Европе. Здесь, в Калининграде, на конференции вы говорили о ментальной схожести жителя Владивостока и жителя Хельсинки. Мне эта мысль понравилась. Во-первых, если можно развить ее чуть-чуть более подробно. Почему? Ну, тогда, по большому счету, и житель Абудаби похож на жителя Киншассы и Нью-Йорка. Потому что мир глобализируется. И, по большому счету, везде все одинаково. Нет, везде все одинаково. Это правда. Это есть такая тенденция, которую иногда называют макдоналитизация мира. Что в идеале будут одни макдональдсы и все. И в Пакистане, и в Латвии, и где хотите. Нет, я имел в виду только одно. Что все-таки есть этические принципы. Даже которые вы нарушаете, но вы знаете, что хорошо, что плохо. И в этом смысле и удела христианская традиция. Мусульманско-даоская цивилизация, в которой мы живем. Это другая. Вот у нас такая вот. В этом смысле я говорил о том, что Финн похож на жителя Владивостока. А вот чуть-чуть уже туда, вроде Япония. Она Западу принадлежит. Мы всегда же говорим, что Япония в Запад ходит. Почему она ходит в Запад, непонятно. Ну, она экономикой вошла туда. Экономикой вошла. В ВП, GDP вошла туда. Но у них другая этика. Я уж не говорю о мусульманах. Если законы шариата будут. Например, в Египте введут законы шариата. А вполне может быть демократическим путем. Ну, наверное, будет бортоубийственная война, конечно. Хочу про Латвию спросить. Вы видите какую-то экономическую роль? Есть такая. После интервью я подойдем к карте. Я обязательно вам покажу. А сейчас, поверьте на слово, есть такая маленькая страна. Довольно небольшая. У меня любовь была так. Да вы что? Где? Адрес называйте. 66-й год, правда. Мы передадим привет, как по заявкам радиослушателей. И все. Маленькие страны, не наделенные углеводородными ресурсами, не наделенные большим политическим влиянием в таком союзе, как европейский, они могут играть какую-то свою экономическую роль, особую, самостоятельную, или специфическую даже, пусть не столько самостоятельную, сколько вот именно особую. И если да, то при каких условиях они могут эту роль сыграть? Если Европа, если Европейский Союз все-таки станет когда-нибудь квази-государством, либо конфедеративным, что тоже не гарантированно, не говоря уже о федеративном, то понятно, что это будет уже Европа регионов. Это мечта. Может быть, даже государство. Это одна история. Но сегодня это не так. Мне кажется, что специфики у балтийских государств сейчас, во время кризиса, что-то там такое, что-то выдумать, невозможно ничего. Ничего выдумать невозможно. Только обеспечена инерция того, что есть. Но, кажется, это неплохая. Сейчас же люди в целом лучше живут, чем при советской власти. Это то же самое, как в России. Нет, посмотришь за окно, конечно, богатых, хороших машин сильно больше бегает по улицам. Но чувство неуверенности в завтрашнем мире… Да, совсем не это у нас. Его нет. Мой один немецкий друг как-то хорошо сказал в дискуссии по поводу распада статистической системы. Это было поразительно. Там была полемика, где лучше, где хуже, рынок, план, все. И вот одна дама, она, это крик души. Ну, как же, Курт, мы же, мы же, мы жили в стране, мы же верили в завтрашний день. А он ей спокойно. Да, мы верили. Но ты должна вспомнить. Да, мы верили в завтрашний день. Но ты не должна забывать, что он нам все меньше и меньше нравился. И это очень точное замечание. Потому что мы хотели свободы. Это когда настроюсь с Китаем. Вот Китай, реформа, они больше. Там голод физический был. Это был НЭП, а у нас тоже НЭП удался. Мы хотели свободы. Мы хотели свободы выбора. Но многие из нас думали, что колбаса прямо из свободы вырастает. Новые политики их убедили в том, что только лишь бы коммунистов прогнать и заживем, как люди, как в Швейцарии, Борис Николаевич Ельцин. Самые честные выборы были за тысячу лет. Когда? В 96-м? Нет, в 96-м уже нет. Там семейбанкирщина уже была. Да, там история. В 89-м, 90-м. Это было просто вообще. То есть, видите, негодна демократия для русского ума и сердца. Да нет. Наша это. Ну как это? У нас должен быть свой особый русский шариат такой. Пол демократия, пол никаких Макдональдсов, только пельмени. Ни в каких-то демократии? Нет, нет, нет. Только один человек. Просто маятник качнулся в другую сторону. Он качнулся в сторону свободы. Я еще раз повторяю, пожертвовали справедливостью. Но теперь надо заботиться о том, чтобы он пришел в нормальное состояние, этот маятник. И здесь нужна модернизация экономики, институтов при развитии демократии. Это все возможно. Не обязательно думать так, что только мы можем модернизировать и свою жизнь, и приближаться к западным стандартам только под царями-вурдалаками. Иван Грозный, кровопийцы. Ну да. Петр Первый. Иосиф Сталин. Владимир Путин. Нет, ну не надо. Здесь все... Хорошо, не буду. Оговорился. Здесь другая история. Владимир Путин пришел сюда после полуанархии мощной. Народ хотел law and order. Законы и порядка. Хотя бы порядка. И Владимир Путин дал этот порядок. Но опять с перехлестом. Отсюда Болотная. А Болотная привела к тому, что опять выборы будут губернаторов. Это живая жизнь. Вот выходили на Болотную? Я один раз ходил на Сахарова. Да. На Сахарова. А что вы там хотели увидеть? Я увидел лица людей. Я думал, что Россию, вот как вы думаете, не надо, только батюшка и царя. Они оказались нормальные ребята, сто тысяч человек. Всех не пересажаешь. Это очень хороший знак. Очень. Ну а вот это последнее заявление пресс-секретаря, что государство действительно у каждого дало свои личные обиды. У кого-то на взяточника, гаишника, у кого-то на судебную ошибку, у кого-то на врача, который нахамил, не принял. Это были граждане. Это складывается. Они вроде бы, но многие из них опять превратились в подданных. Но это все равно лиха беда начала. Я считаю, это очень светлый день был тогда. Это было, конечно, результат их ошибки уже ужасной. Вот эта унизительная рокировка, она кого хочешь доведет до белого коленя. Все-таки это уже такое сильное унижение. С особым цинизмом. Что, ребята, мы здесь поменяемся пока. Это можно было по-другому сделать. Но в любом случае, надо благодарить за эту ошибку истории. За ошибку в правящем доме появились люди, которые хотят быть людьми. Надо благодарить мне вас за это часовой интервью. И надеюсь, в следующий раз будет не простой член-кор, а уже простой один. Вы симпатичные. Я из-за этого разговаривался здесь. Я даже не думал, что столько много времени прошло. И в следующий раз мы уже, надеюсь, будем говорить не с простым член-кором, а с полноценным, полновесным академиком Гриндрогом. Я благодарю вас за внимание. Прощаюсь. Короткая реклама и вечер новостей с Алексеем Новаком на ваших экранах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова